Если кончится режим Путина, Приднестровье, вот это ПМР, она тоже завершится? Политическая или физическая смерть Путина – это окно возможности для многих. И, безусловно, я более чем уверен, что и в Приднестровье, и в Абхазии, и в Грузии даже, и в других странах ждут смерти Путина для того, чтобы попробовать избавиться от этого влияния. Но как будет развиваться событие, какая из групп внутри России захватит власть после смерти Путина, пока говорить достаточно сложно. Но то, что это точно будет окно возможностей, в этом нет сомнений. Есть же еще одна такая непростая история – это Гагаузия, которая тоже смотрит постоянно в сторону Москвы. Как там сейчас? Какие там сейчас настроения? Стоит ли переживать в отношении Гагаузии сейчас? Ну вот сейчас, на самом деле, Гагаузия более промолдовская, чем когда-либо. Дело в том, что в Гагаузии всегда власть делилась между несколькими семьями, несколькими кланами. Неожиданно на предыдущих выборах они чуть не потеряли свою власть, и чуть к власти не пришли абсолютно пророссийские силы. Тогда было принято решение об аннулировании результата выборов. Кишинев оставил предыдущий статус-клод. И на сегодняшний день можем говорить о том, что Гагаузия точно не хочет вхождения в Российскую Федерацию. Ну и кроме всего прочего, давайте не забывать о том, что военные действия не пугают абсолютно всех. То есть каждый, даже самый упоротый пророссийский политик в любой части бывшего Советского Союза, он понимает, что вхождение в Россию означает мобилизацию и то, что насмерть будут бросать в первую очередь их. Все видят о том, что на Донбассе убивали в первую очередь жителей Донбасса, потому что их не жалко. А потом уже туда отправляли граждан Российской Федерации, которые находятся на других территориях. Все понимают, что как только они присоединяются к России, они сразу же становятся пушечным мясом. Как вы считаете, Май Санду, президенту Молдовы, стоит ли усилить свою работу по такому формированию мощной молдавской армии? То есть усилить оборонный потенциал своей страны? Вот на фоне того, что сейчас происходит, на фоне различных угроз уже, НАТО говорит непонятные вещи о странах Баутии, о угрозе России, о Ленинграде и так далее. Стоит ли ей чуть-чуть более заботиться о безопасности своей страны? Ну, сейчас Молдовская армия, наверное, одна из самых маленьких в Европе. Она сравнима, по большому счету, с армией Люксембурга или других маленьких стран, ну, маленьких по количеству жителей, имеется в виду, стран Европейского Союза. О том, чтобы построить очень серьезную и мощную армию, в Молдове нет денег, нет политической воли, и, честно говоря, это нужно, ну, наверное, десятилетия. Нужно сейчас сказать о том, что через 10 лет у нас будет армия, там, столько-то тысяч людей, такое-то вооружение и так дальше. Решить этот вопрос за полгода или там даже за годы, это даже теоретически невозможно. Нет специалистов, даже специалистов нет, по большому счету. Нет инструкторов нет, нет ни сержантского состава, ну, в общем, нет школы, по большому счету, нет школы военной, которая позволила бы в достаточно быстрый период времени построить армию. Это первая часть. Вторая часть. Нужно также понимать, что Молдова, даже без Приднестровья, она, по большому счету, разделена на, или электорально разделена на три части. Это пророссийский электорат, и все они плюс-минус, более-менее одинаковые, где-то по 30%. Это пророссийский или просоветский электорат, это те, кто считают себя молдаванами и те, кто считают себя руманами. То, что Майя Санда победила на предыдущих выборах, это на самом деле была очень умная компания, которая позволила объединить молдовский и румынский электорат. Сейчас сказать о том, что я начинаю строить армию, не объединив страну в средине, не сделав сближение этих трех частей Молдовы, ну, честно говоря, будет очень сложно. Я сейчас так замечаю, знаете, что не только Приднестровье или Гагаузия отдаляются, что ли, от Москвы. Я вижу, что и Абхазия, хотя она и традиционно, да, выступает против интеграции с Российской Федерацией, но, тем не менее, ее руководство сказало в очередной раз, что, ребята, давайте подождем 10 лет, вот через 10 лет поговорим условно, будем мы интегрироваться или не будем мы интегрироваться. Как вы считаете, вот если посмотреть, в принципе, на карту постсоветскую, если посмотреть на Армению, куда приедет, надеюсь, вскоре президент Зеленский, если посмотреть на то, что происходит в Молдове и в этих вот разных кусочках, о которых мы сказали, если посмотреть на Грузию, где непростая ситуация из-за Иванишвили, но, тем не менее, все равно население из-за ползучей оккупации российской, из-за такого негативного к ней отношения из-за войны, все равно старается держать руку на пульсе. Если посмотреть на Казахстан, если посмотреть на, допустим, недавние соглашения Армении, простите, Азербайджана и Турции о создании единого там университета какого-то нового, чтобы готовить свои кадры против, условно, тех же, против той же России в будущем. Вот как вы считаете, вот постепенно вот этот весь огромный массив, этот регион постсоветский, он отворачивается от России, то есть начался этот процесс, они увидели, чем Россия может угрожать и окончательно поняли, что необходимо проводить, условно, уже помогать с деколонизацией этого государства? Или еще нет? Или это просто случайности какие-то? Ну, смотри, в каждой стране, о которой вы сейчас сказали, или части страны, о которой вы только что говорили, есть своя ситуация. Если мы говорим о Центральной Азии, то, безусловно, Центральная Азия очень четко почувствовала, что сейчас главным игроком на этом пространстве в ближайшее время становится Китай. И, по большому счету, если отойти в сторону от вашего вопроса, мы просто должны понимать, что полномасштабная война, которая началась два года назад, она произошла именно в этот период, из-за того, что Путин начал четко понимать, что Россия перестает быть одним из полюсов в двуполярном мире. Есть полюс США, есть полюс Китая, а России будет отводиться очень ограниченная, подчеркну, ограниченная полицейская функция на части, а не на целом постсоветском пространстве. Он считал, что благодаря быстрой войне и захвата Украины, он сможет вернуть свое влияние на весь постсоветское, на все постсоветское пространство. Китай, в принципе, безусловно, не заинтересован в этом. Центральная Азия, это не только Казахстан, это Киргизия, это Таджикистан, это Узбекистан. Все четко видят в том, что Россия слабнет, и Россия перестает быть главным игроком на этих территориях. Но в то же время есть какое-то историческое прошлое, есть понимание о том, что Россия все равно, это тот же Казахстан, это самая большая сухопутная граница, наверное, в мире, между, ну, в мире, не в мире, но в Евразии так точно, это между Россией и Казахстаном. Прекрасно понимает о том, что сбрасывать со счетов России еще нельзя, и поэтому они все начинают играть двойную игру, они все начинают двигаться в сторону Китая, но при этом стараются не рвать отношения с Россией. Если мы говорим о Грузии, Грузия, это, к сожалению, для нас одна из главнейших проблем, потому что Грузия, на самом деле, географически есть самой важной страной, с точки зрения географии, еще раз повторюсь, в этой части мира, на Закавказье, и то, что Иванишвили двигает Россию четко в сторону России, и сейчас у него есть все шансы победить на выборах, ну, его, я имею в виду, политические силы победить на выборах, и по большому счету сделать так, чтобы, в принципе, Грузия вошла полностью в орбиту Российской Федерации, и тем самым она будет перекрывать Армению, и Армения будет находиться в очень сложной географической ситуации, потому что с одной стороны есть экзистенциальный враг Армении, это Турция, Азербайджан, с другой стороны Иран для сателлита, страна, которая находится в близких отношениях с Россией, и Грузия, которая находится в близких отношениях с Россией. Поэтому для Армении очень сложная ситуация будет именно после выборов Иванишвили. Хотя то, что мы говорили раньше, безусловно, смерть Путина на многое может повлиять. И последнее – это Абхазия, это очень важный момент. Абхазы не хотят четкой интеграции, они ждутся. Кто больше всего, на самом деле, настроен на смерть Путина – это Абхазия. На сегодняшний день, как бы это странно ни звучало, они во второй раз уже заявляют о том, что мы не против вхождения в союзное государство с Белоруссией и Россией, но при этом давайте это сделаем позже, нужно, чтобы в это дозрел продукт и так дальше. Но что делает Россия? Россия пробует размещать военную базу в Абхазии, военно-морскую базу, строить условно Севастополь-2. И вот здесь главный вопрос в том, они успеют начать строить эту базу до смерти Путина, или это будет все же… или Абхазия сможет пропетлять в очередной раз. Как вы считаете, Путин попытается, вот этот непростой для него турбулентный период, я скажу так, ликвидировать во всех смыслах, да, политически, может, не только политически, Пашиняна, премьера Армении, и Майю Санду, президента Молдову? Ну, думаю, что даже если он и хочет этого, у него ничего не получится. Поэтому я думаю, что говорить о том, что произойдет серьезное политическое убийство, ну, в какой-то краткосрочной перспективе точно я в это не верю. Вот вы анализируете социальные настроения в разных республиках России. Я знаю, что вы занимаетесь этим очень усердно и очень серьезно. И когда вы смотрите сейчас на различные настроения, на настроения, там, условно, в Ашкирии, на настроения, там, на Южном Кавказе, на настроения даже в центральном, да, регионе России, такой постоянной… в Якутии, да, в центральном регионе России отдельно, в такой черной постоянной дырене, которой мало обращали внимания из-за постоянной колонизации, да, исторически. Вот как вы оцениваете, в каком состоянии находится в принципе Россия? Она готовится или готова к распаду? Вообще эти процессы начинаются постепенно или все это сказки на самом деле? Ну, это не просто сказки, это сказки в Кубе. На сегодняшний момент, к сожалению, говоря о том, что есть какие-то там предпосылки к тому, что начинается сепаратизм в том или ином регионе Российской Федерации, ну, это, честно говоря, мифология. Поэтому, если мы будем говорить о социально-экономическом, социально-политических настроениях в Российской Федерации, мы можем говорить о нескольких вещах, но в никаком случае не о сепаратизме. Первое – это усталость от войны, безусловно, она приходит и она умножается на страх мобилизации. То есть все понимают, что до выборов более-менее все будет нормально, а что будет после выборов страшно даже подумать. Второй, наверное, самый важный на сегодняшний момент для россиянина – это ухудшение материального состояния. Это холодильник. То, что мы говорили с вами в начале этого разговора, ухудшение жизни россиянина будет происходить обязательно в 2024 году. Они это прекрасно понимают, они понимают, что после выборов и рубль отпустят, и цены будут расти, и зарплаты не будут успевать. Поэтому это то, что они переживают больше всего. А это, в свою очередь, приводит к отсутствию картины будущего. Поэтому, если говорить о среднестатистическом россиянине, он на сегодняшний момент, да, он поддерживает Путина. Он не видит, кроме него, никого. То есть, по большому счету, у него реальный рейтинг Путина на сегодняшний момент президентский составляет 70%. Без труда они добросят 15%, и у него будет минимум 85% на этих выборах. Но в то же время они хотят перемен. Как это в странности звучит, они хотят, чтобы что-то начало меняться, и чтобы окончилась война. Общество очень архаично, общество очень, ну, скажем так, живет, ну, по большому, в многих аспектах оно живет в 19 столетии. И если говорить о главном психологическом аспекте того, что есть в головах россиянина, это то, что психологи называют двоемыслием. Это когда человек имеет, это очень характерно для археического общества настроение, когда человек имеет два прямо противоположных ответа на один и тот же вопрос. Вот вы хотите голосовать за Путина? Да, 70% хотим. Вы хотите, чтобы Путина кто-то поменял, и чтобы у вас была другая жизнь? Да, мы этого хотим. Это очень сложная такая история. Да, это очень сложно понять с точки зрения цивилизованного человека, но, к сожалению, это то, с чем приходится работать, и без понимания этого аспекта мы будем тонуть в мифах о распаде Российской Федерации. Последний вопрос на сегодня. Вот для того, чтобы удержать, не скажу удержать вас, но, в принципе, для того, чтобы этот режим как можно дольше просуществовал. До 1936 года, не знаю, до 1928 года, не имеет значения. Как вы считаете, Путин сейчас готов или он пойдет на массовый террор или на усиление террора, особенно после выборов 17 марта? Или он не пойдет на это? Да, безусловно, он на него пойдет, но это не будет ГУЛАГа. Мы просто должны понимать, что не будет повторения 1937 года. Не будет там каждую неделю, каждый день, извините, задерживаться от 10 тысяч людей. Нет, этого безусловно не будет. Кроме всего прочего, там есть много аспектов, но кроме всего прочего, ГУЛАГ экономически невыгодная модель в 21 столетии. Потому что строить Беломорканал намного выгоднее условно там не 100 тысяч людей взять с лопатами, а взять там условно несколько бригад людей на хорошей современной технике. Для чего будет террор? Террор будет для двух вещей. Первая вещь – это то, что раньше для Путина самым важным, на самом деле, в отношении людей власти, ну, людей Путина, простой россиянин Путин, была любовь. Для него очень важно было бы, чтобы его любили, чтобы его гладили по голове, рассказывали, о том, как он великий и так далее. Это для него было самое важное. Пригожин очень многое поменял вообще в жизни России, но, кроме всего прочего, он показал ему, что эти люди, которые, казалось бы, любят его, в то же время ждали, чтобы Пригожин пришел и Пригожин ими руководил вместо Путина. Это то, что я говорил перед этим, что одновременно они хотят и Путина, и его смещения. И поэтому для него самым важным на сегодняшний момент стал страх. Поэтому страх будет накручиваться, накручиваться, еще раз накручиваться. Все то, что мы видели с Навальным, на самом деле, это часть вот этого страха. Это часть усиления этого страха. А второй аспект, почему нужен будет ТРОР, он нужен будет для того, чтобы брать людей из СИЗОВ на фронт. Тюрьмы, по большому счету, уже там или исчерпались, или почти исчерпались, я имею в виду, своим потенциалом, люди-зэков, которые готовы идти на фронт. С другой стороны, сейчас активно начинается проработка историй. Мы закрываем дело, а ты идешь на фронт, это людей из СИЗОВ. И вот здесь, я думаю, что нужно будет просто следить за количеством открытых дел и людей, которые находятся в СИЗО в ближайшие месяцы. Тогда, если кратко, так завершающе. Во времена Сталина людей, которые находились в политической эмиграции за границей, их специально вылавливали НКВД, в общем, система КГБ, для того, чтобы было понятно, нашим зрителям и слушателям, и забирала даже психиатрические карательные лечебницы. Мы знаем, что это была такая практика, начинающаяся со времен Сталина и активная, она была введена, особенно во времена Брежнева. И они измолвались над этими людьми, отправили в ГУЛАГи, расстреливали и так далее. Как вы считаете, Путин начнет охоту сейчас, после 17 марта, за политической эмиграцией, в особенности учитывая дело Навального? Если он понимает, что эти люди могут ему чем-то навредить, если они являются символами чего-то, безусловно, он это будет делать. Здесь даже нечего сомневаться.